Музыка И пойти на муку Теперь мне скажут, что не переключается, не поверим Слушайте, а он еще и не переключает Но он не только Вот теперь смотрите Вот такие красивые картинки, которые вы наверняка видели где-нибудь Вы знаете, что это такое? Называются такие вот Локности цветные Это называется витражи Слышали такое слово, да? Это цветы и хитрые И в отличие от того здания, которое строится и сейчас Вот эти здания, они построены уже почти в тысячу лет назад И в большинстве земля не сделаны замечательные стерки И эти стерки очень удивительные Они сохраняют свои смыслы В протяжении огромного времени Это очень интересный и удивительный краск Которых на самом деле Слышишь, что происхождение И другим способом для Роклистин Музыка И из маленьких и маленьких и тысячи металов Их на новых свет И свет на программе И снах на дороге И удивительно то, что Вы выбираете стопы, можете Больше без стопы И очень много лучших коллег И прекраснейший свет Теперь я вам просто напомню Что такое свет Скажите, вам в школе рассказывали про свет? Что это такое? Посказывайте Самый лучший А вы, ребята, знаете, что такое свет? Как свет света связан с другими его параметрами? Знаете, нет? Я вам сейчас немножко напомню об этом Потому что без этого будет целый дальше двигаться Такое слово, как метровомитные волны Вы слышали? Да А каким примером метровомитные волны знаете? Ну, смелее Ну, я вижу Почти у всех У вас есть мобильный телефон Радио? Правильно Скажите, где он используется? Правильно Ну, вообще, радио не слушает, да? А вот телефоны мобильные, они очень крупные завязаны Правильно То есть сигнал, который у меня будет радио Посмотрим, когда мы на экран Мы что видим? Мы видим свет уже, да? Так вот, интересно то, что и радио, и свет Это, на самом деле, волны одной и той же прерывы Отличаются они, знаете, чем? Правильно Правильно А что такое динавал? Есть ребята, которые знают А вы знаете, что динавал? Нет Ну, хорошо А чем отличаются, например, радиоволна От и световой волны? Как вы говорите? Ну, с точки зрения бытовой класс Это как-то отличие от два разных мира Практически Радиоволны это просто Как в подробиемные А световые точки По глазам Но, оказывается Что же мы видим Это много вещей Это, на самом деле, одно и то Отличается Это компетент В такой скорости происходит Изменение из главных умов В случае с радиоволны Вы должны вспомнить Как частота Знаете Мобильный телефон На какой частоте работает? Не помните? Так Два гигагенца Не слышно Так Или Вай-фай, например Два гигагенца Два гигагенца Не слышно Нет Спасибо Так Вот Если Нарисовать Вот Вот Если Нарисовать Электромагнитную Волну Измеряется Длина волны На тысячу метров До сантиметра На тысячу метров Мобильный телефон Это не на волну Чуть больше сантиметра А все, что дальше На самом деле Для человека Как радиоволны Практически не воспринимается Это уже Волны Например, инфракрасные Очень узенький диапазон Это видимо свет Вот здесь футболисованное Видимо свет Это то, что вы видите А дальше Это уже уходит Совсем коротко На новую область Там Звезды все другие Теперь Смотрите Что я вам хочу рассказать Вот Если мы теперь посмотрим Вроде Я вам сейчас Буду рассказывать Про вот этот Видимый диапазон Про то Какие утилительные свойства Есть в диапазоне Вот Такие картинки Я думаю Вы можете получить на виду Да Смотрите Смотрите Во-первых Эта Эта Речь называется Призма Что она делает Если на призме Падает свет То Просто От солнца То Через призму Он проломляется И превращается В такой цветовый цвет И связано с тем Что Внутри Вот этого светлого пучка На самом деле Есть разные цвета Одновременно И пока мы Смотрим на солнце Мы эти цвета Возпринимаем все вместе В виде белого цвета Но когда вы проходите А вот призму То Вот Этот угол То есть во-первых Когда вы падаете на поверхность Вот эту призму Вы слегка Преломляете И угол преломления Зависит от того Какой цвет Выроско становится Дальше После второй поверхности Происходит то же самое И угол еще не растает И поэтому Пройдя через вот такую призму Света разного цвета Разного цвета Разного цвета Или разные Длинные волны Он идет под разный угол И поэтому Пройдя через вот такую призму А вот это что такое Знаете? Радуга А почему она получается? Потому что свет Проходит через Разного цвета И по этому углу При котором мы видим Вот эту вот Радуга Вы вообще знаете Как это? Радуга Солнце То есть если у нас Солнце сзади То мы видим Радуга Вот этот угол Он напрямую зависит от света Причем Вот это получается Такое вот тоже Разложение То есть Радуга В каком смысле Подобного Мы тоже видим Под разный Разный Вот Теперь смотрите Что я хочу дальше Показать А я еще раз покажу Несколько картинок Радуга Ну Во-первых Вот такие Мурные пузыри Если кто Когда-нибудь Запрещал А я думаю Что нет человек Который Не запускал Да? То все видели Вот эти радужные Оболочки А вы знаете Откуда не получается Почему получается такая картинка Ну 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 Давайте Раз 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 Правильно То есть У нас Три Четыре Три А Объем Ну То есть это очень интересное явление, то один свет ярче становится, а другой свет становится. И связано это, на самом деле, с тем, что если нарисована картинка, которую обычно мы видим, у нас один свет прошел вот так, а другой пошел вот сюда. И дальше они пошли вместе. И попадают в глаз вот эти два почка. Так вот интересно то, что оказывается, на самом деле, почему нет чем-либо, но вот оказывается, что светлые островы, что вот эти два луча складываются. И результат этого сложения зависит от того, что является физикой разности хода. То есть один луч прошел вот такой кусок, видите, вот так, а второй пошел больше. А вот так прошел. И есть. Очевидно, вот этот путь короче, чем он. Так вот оказывается, что когда вот этот путь длиннее этого, на одну длинную волну, то у нас получается очень хорошее сложение. Индрессивные, яркие светлые. А если здесь получится пол длинной волны, то получится полное огорчение. И за счет этого одни цвета у меня длинная волна, которые уже не очень ярко. Вот эти светлые узоры, они происходят вот в самом деле. Теперь смотрите, пожалуйста. Вот я хочу теперь перейти, собственно, к той закатке, которую я вам собирал на ближайшие клубы. Давайте рассмотрим следующую ситуацию. Вот возьмем тоненькое стеклышко. Обычное. И пошлем на него белый свет. Мы с вами уже знаем, что свет, он белый. Но если вспомнить про призму, то он состоит из разных цветов. И вот я здесь нарисовал цвета от фиолета вот так раз. Вот тут вот на картинке я показал крупные. Каким цветам, какие длинные волны. Вот здесь, как длинные волны, манометр написано, соответственно. Ну или там частоты, или еще это. Понятно. Главное, что здесь есть шкала соответствующего цвета. Я могу задаться таким вопросом. Давайте посмотрим, как вот сквозь мою систему будет проходить мой цветной лучик. Вот тут я нарисовал самый простой случай. Когда у меня весь свет проходит насквозь, частично-частично отражается. И для всех цветов отражение и прохождение одно и то же. Видите, длина вот этих стрелочек вся одинаковая. То есть я посылаю белый свет, которому все присутствует без знака. Прошел тоже белый свет, отразился тоже белый свет. Интенсивность только отличается. Понятно, что это реализовано, да? А теперь вот давайте посмотрим, как происходит действительность. Действительность на самом деле происходит по-другому. Вот этот молодой человек уже правильно говорит. То есть у вас тоненькая пленочка, то разные цвета. Вот это ровно до чего вы говорили. Видите, у вас для разных цветов коэффициент отражения, то есть вот этот пучок, который пошел назад, он уже отличается. Вот если мы посылаем вот такой вот пучок, то что-то проходит, что-то отражается, и вот я обращаю вас внимание, что в отражении цвета уже не все одинаковые. Вот, например, фиолетового цвета много, голубого мало, зеленого много, красного опять много. Я вам покажу это. Ну вот, в физике в такой ситуации рисуют то, что называется обиратель. Я здесь просто нарисовал для каждого цвета длину вот той стрелочки отражал. Понимаете, да? Чем больше вот здесь стрелочка, вот виолетовый, вот большая, тем вот здесь у меня вот больше число. А вот, например, видите, там вот синяя маленькая, я маленькую рисую. Просто такие картинки проще рисовать и легче анализировать, чем такие стрелочки. И вот эта картинка означает ровно у меня. То есть там, где у меня большая влечная, тут большая стрелочка. Там, где маленькая, будет маленькая. Понимаете, да? Я просто дальше буду обладать картинку, чтобы вы понимали, о чем влечение. Теперь смотрите. То есть почему происходит вот такое отражение? Мы уже тут с вами немножко обсудим. А, оказывается. Вот что такое? Вы видели такие картинки с ситуацией в жизни, да? Когда у вас два параллельных центра, то есть мы видим светочную картинку, где вы видите много-много. Это раз, с собой себя взяли. Вот так вот. У нас в доме раньше был лифт, в котором были два зерна. У нас в доме раньше было лифт, в котором были два зерна. У нас в доме, какая-то бесконечная, какая-то труба. Уходящая. Да. И вот здесь ровно тростя. Теперь давайте посмотрим дальше. Что у нас будет? Теперь посмотрите. Вот я рассматриваю два случая. Один случай тоненькой пленочки, а другой случай толстой пленочки. Толстая для того, что вот перед этим мы показывали. Вот у меня толщина. 600 км. Манометр, знаете, что такое? Это очень маленькое состояние. 600 км. Это меньше микронов. Это 0,6 микронов. Микрон — это 0,001 мм. Чего представляете себе? Человеческий волос. Какой диаметр имеет? Кто помнит? Не помните? 100 микронов. То есть вот. То есть вот. Заметливаете волосы, по-другому. Вот для настояний, для объекта. На самом деле, с точки зрения у всех этих данных дел, это очень большое количество. Потому что все вот эти изменения происходят на масштабах длины волны света. А длина волны света, как мы с вами уже говорили, вот она есть написана. Вот от половинки микрона на микрон. Это видимый свет. Видишь? Теперь смотрите. Вот что происходит, если мы меняем толщину пленки? Меняя толщину пленки, мы меняем вот эту самую разницу, которую мы вам показали в будущем картинке. Естественно, будет меняться условие, когда будет максимум и минимум. Вот если я посылаю свет на мою пластинку, то видите, что акклецент отражения, он сильно зависит от толщины. Для толстой пленки, вот мы с вами уже видели картинку, а если она делает толщину пленки, то картинка меняется. Она становится очень плавной. Она на всем световом диамазоне, видите, меняется здесь, вот максимум меняется, а тут потихонечку вниз идет. Вот такая плавная бывает. Это вот для вывода, для той толщины. Понятно. Давайте дальше посмотрим. Представите себе, что мы теперь будем вот эту толщину пленки менять. Что у нас получится? Как вы думаете? Ну вот что-то там будет происходить. Вот у нас толщина 120 сантиметров, вот толщина 60 сантиметров, вот толщина 30 сантиметров. Понятно, что более-менее коэффициент отражения уменьшается. Это более-менее понятно, больше чем меньше у нас стиматики, естественно, меньше вещества оттуда. А вот теперь смотрите. Я думаю, что вам можно так. Вот представьте себе, что я взял вот эту самую пленку, понял? И стал вещество у него убирать вот таким вот образом. Тык сверли. Вот сейчас, собственно, загадка. Вот как вы думаете, будет 20% отражения? Ну, какие сооружения? Ну, какие сооружения? Это сооружение. Вот, смотрите, когда мы брали пленку, вот я вам еще хорошо покажу. Вот у нас была пленка, видите? 120 и 60, вот здесь меньше стало. Ну, видно, что не всюду меньше стало. Где-то больше, то есть нельзя так просто уже даже здесь. Но все-таки в основном стало так поменьше. А вот когда, например, вот в 60-30 мы перешли, да и всюду стало меньше. Отражение. Потому что материалы просто меньше. Что-то. Вот, а вопрос, если я буду выбирать такие секреты, что мне будет? Может быть, может быть, может быть. Может быть, может быть. Так вот, смотрите, мне же казалось бы так вот, если подумать, то мы какое-то количество вещества убрали, если свет идет, никакого стекла нет. Во всем нужно проходить на сквозь. Отражение давно будет нулем. Мне сказалось, что мы убрали, часть материала, должно поменьше. Правильно? А вот, смотрите, что получается. Вот этот самый коэффициент отражения. Вот для этой вот штуки. Удивительно, правда? Вот в какой-то области определенный цвет, никакого цвета, он почему-то очень сильно поднимается. В остальной области, видите, он, как мы и ожидали, он немножко не риснул. Это не сможет. Но есть какие-то две полсерные зоны, в которых почему-то коэффициент отражения не очень сильно руль. И дальше я вам скажу, что эта область, она зависит от того, каким угодно области и пленочкой. И как мы теперь будем делать? Вот если мы можем, например, сделать дырку и большим диаметром, то у нас наш тип отражения, то, что называется, он смещается. Переходит на другой цвет. И цвет напрямую зависит от того, какие у нас беды. Дальше я могу сделать следующую штуку. Я могу взять и изменить период вот этих дырку. Понимаете? Вот у меня здесь был период, скажем, 600. Был 1. Я возьму и сделаю его 500. И тогда получается, что видите, что получается? Что вот этот пик для другого периода будет он сильно поднимал. То есть получается, что я могу взять стекло подражу. Посмотрите, очень. И вот если мы находим эти дырки, как мы разводим в этих дырки, я получу совершенно разный цвет. Стекло я при этом не меняю. Все, что я делаю, я взял, вот, вот, это просто убрать какое-то количество материалов, стекло. И после этого стекло подраженное светится как другого цвета. Подруги он грубил. грубил. Эта полировка, эта полировка, на самом деле, она очень схожа с тем, что реакции получили. Я вам сейчас подробнее скажу. Вот смотрите, как интересно выглядит распространение поля электромагнитного для этих систем. Вот эта картинка соответствует моей сходной пленке, которая тонет. И не возмущенная, она однородная. тогда, если я посылаю волну сравнительную, например, вот снижу отсюда, то часть волны отражается здесь, за счет дифференции международной настоящей волной. А часть проходит в поле. Но важно то, что здесь поле, оно примерно такой же величины, как и падающая, и абсолютно однородная пленка. Но вот смотрите, если я теперь посмотрю, что у меня происходит вот из-за этого случая, это моя система с дырками, вот видите, это у меня дырки мои, пленки, то тут, как вы видите, уже совершенно другое распределение пола. Оно сильно неоднородное, во-первых, во-вторых, тут, может быть, на этой картинке не очень хорошо видно, но величина этого поля гораздо больше, чем то, которое мы присылали снаружи. То есть мало того, что у нас еще эффективно отражение меняется, у нас еще и сильно меняется само поле, количество света, яркость на этой пленке. Эта пленка оказывается очень ядной. так становится очень светло. Более того, вот, количество вот этой яркости интенсивности света на пленке, оно оказывается очень сильно зависит от того, какого диаметра у нас дырки. Чем меньше мы делаем дырки, тем максимум вот этого цена отражения поля оказывается больше. Как мистрат. Казалось бы, маброт, и что, должно решать, но, честно, чем мы больше ее делаем, тем меньше на самом деле инфекционно себе не поставили. То есть у нас, получается, очень эффективный способ в том, что все происходит. Дело в том, что то, что я вам показывал, называется он зло плоского лавы. Основано на том, что, если мы посылаем свет, он поломляется и начинает вот так вот переделать. И, как я вам уже объяснял, мы говорили, что в зависимости от того, по каким углам, по какой толщине углевку мы выбираем, у нас разные цвета сюда выходят с разными красивыми. и этим, с этим связанным, всем всем видом, как я говорил. Но вот смотрите, что очень важно. Если мы теперь увеличим наклон вот этого куча, то максимум, что мы можем получить, мы можем получить с каждой сопротивлением. Представьте себе, что каким-то образом и вот этому скользящему падению здесь будет соответствующий путь. с полетом, у меня вот это будет уменьшать сюда, и вот этот куч будет тоже вот такой путь. А какой-то полный. Может возить вот такая ситуация, когда наш куч испытывает внутри то, что называется полное нудроотражение. То есть он полностью отражает сюда, выйти уже он не может. И тогда вот это, это режим волновоза. То есть свет оказывается запер. Если его сюда завести, не знаю, для плоской системы. но если он каким-то образом разбудился, то, наверное, все еще как он разбудился. Он распространяется на том, что не ждет. И пока не бывает. Теперь я бы хотел сделать вам презентацию. Презентацию вы можете все сами разобрать. Смотрите, это что? Это лазерный удаст. А вот это сидерон, который не знаю, и сейчас они уже уходят из предупреждения. Вот в наше время это будет строение. И тогда, если вы посветите своим лучом на такую сделку, вы увидите такую интересную картину. зеркало и вы тоже не 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 что если в зеркало то у меня лучик отразился бы вот в этой точке. И больше мы ничего не не видим. Вот в таком точке мы видим микро. А когда я кладу вот такой синдром, еще определенным образом его сориентирую, то оказывается, что я вижу вместо одного пучка дополнительные пучки. Кто ставит? Почему они возникали? Знаете, это дополнительные пучки берутся из-за того, что на самом деле наш синдром — это последовательность полосочек. Но, на самом деле, это такая сложность, но в смысле и через полосочек. Поставить между полосочками очень палитая. Это порядок. То есть, вот, стоять между полосочками, а с синдром — сейчас это возглавляет по полном по месту метро. И тогда вот это дополнительное взаимодействие с синдромом приводит к тому, что в нашем России возникло дополнительное, Если бы у нас поверхность была ровная, то это будет что в небо. Есть прямое следствие для того, что у нас здесь полоски. Причем вот это расстояние тем больше, чем меньше период полосок. Вот это тоже хорошо. И дальше смотрите, что получается. Вот если мы теперь будем уменьшать период этих полосок, то в какой-то момент может оказаться, что мы начнем возбуждать вот те самые моды, которые уже волноводные. Вот те птички, про которые я вам говорил, они основаны на периодическом обороне, которые представляют собой волноводные полоски. Я вам сейчас показываю несколько картинок, которые показывают и смотрят на нахладные сантиметры системы. И сейчас мы научились врачи. Большое количество технологических систем. И на самом деле технологические системы можно найти в природе. Потому что, как я говорю, такие бабочки, они представляют собой очень сложные продукты, которые обладают тоже высокой оптической системы. И эти свойства напрямую связаны с тем, какой период вот этих продуктов вы имеете. Вы можете найти бабочки красного цвета, и один цвет, на самом деле. Связаные, прямую степень, и пострубируют в будущем. Что интересно, что сейчас люди делают, например, вот такие маленькие приборы, где очень сильное увеличение прессивности светлого камня. То есть используют это для маленьких фразов, которые имеют размер в порядке для них молнии. Размер вот такого лаза, может быть, конечно, отлично. Такой маленький здесь. Умеет очень большую яркость локаль. И очень прекрасно используется. Дальше, я думаю, что я уже не пойду, потому что там дальше уже началась локаль, да? Верить соль-жид? Давайте мы сейчас пахнем. Вот эту цепь. Эта цепь везде. Эта цепь везде. Верить соль-жид? Да-эта цепь везде. Ну, может быть, давайте на какой-то вопрос. Все вам показалось в данный момент? Валерий Курас У нас сейчас уже в Москве, по-моему, очень много квартирался. Это ровно просто. Дальше вы можете, наверное, подсказать маленький пункт, помочь руки equilibriqueми, но вы можете, наверное, подсказать, при realizании с демократики, а также подсказать к структуре,